На реализацию проекта только Гомельской городской дитячей поликлинице выдатковано 37 600 рублей, а еще 1200 рублей. Сюда в якости спонсорской допомоги накировала фармация. На этой сроке будет набыто 5000 специальных карток. Частку карток у поликлиницы уже отримали, пока они заходятся в специальном сейфе, и только как выключение их демонстрируют из дымочной группы телерадо-компании Гомель. В принципе, ничего секретного тут нема. Уже в этом месяце их повинны отримать пациенты установы, а с початку, если необходимо, усталевать в кабинетах специальное программное обеспечение. При этом врач будет не просто заполнять электронные формы рецепта, а и при необходимости отримывать консультации. Это поможет избегнуть помылок и призначать новые лековые сродки. Иногда лекарственные средства рекомендуют нам специалисты республиканского уровня. И какие-то новые препараты, которые только зарегистрированы на территории Республики Беларусь, но уже опробованы в других государствах, ведущие клиники наши республиканские назначают. Все неэлектронные рецепты у той-цей иншей ступени истнуют у таких краинах, як Великобритания, США, Дания, Швеция, Финляндия, Австралия. Беларусь в этом сенте не перша проходца, але гэта не значит, что ніяких пытанев не узникнет. Тэш фармацевты, например, после сканирования штрих-коду картки отримают доступ до электронной формы рецепта, але на коке свободными будут их дейни при необходимости замены леков. Капрачатаго, электронный рецепт не гарантуя, что хворы саправды будзе примать призначанное урачом. Ясчэдно пытання, выписка электронных рецептов пачас наведывання хворых по месту жихарства не тоя, каб гэта бро складано технічна, але патрабуе додатковых затрат. Должно быть у нас оборудование, то есть либо это планшет, либо любой смартфон, который должно быть интернет-связь и по интернету тоже можно осуществлять выписку электронного рецепта. Поколь проект будет иметь статус пилотного, урачи будзе выписывать рецепты у электронном выгляде и на паперовых нозбитах. Даречи пешие картки со штрих-кодом, по яких можно провести идентификацию пациенту, будзе выдаваться бесплатно. Коли все отримается, с красавика наступного года паперовые рецепты затонуться у минулом.